Ну что, всем привет! Как у вас дела, настроение? Готовы? Не замучились? Полны сил? Для этого вы и здесь? Отлично, отлично! Кому удалось как-то осмыслить то, что мы с вами обсудили? Посмотрел, да, есть несколько людей, кто воспользовались моим предложением, приобрели книгу. Я сейчас немножечко вам еще ее скрашу дополнительно. Если в сегодняшнем мероприятии, пока у нас идет сейчас моя презентация, кто-то попадает, у вас еще будет возможность мне задавать вопросы, соответственно, также вы можете дооформить заказ. Я видел несколько дооформленных, но неоплаченных. Вам надо и оформить, будет и сегодняшним днем оплатить, оформить доставку, соответственно, тогда вот кто-то на сегодняшнем мероприятии, у вас будет возможность и задавать вопросы, и получать комментарии. Поэтому кто еще хотел, но еще не оформил, я сразу даю ссылку. Здесь я не случайно, естественно, моя задача здесь вам донести максимальную пользу. Максимальная польза доносится через то, чтобы убедить вас купить продукт и прочитать его. То есть это самое важное, самое главное, что вы можете сделать для того, чтобы как-то действовать и развиваться. Поэтому тут уж без стеснения и без каких-то угрызений совести, я еще раз вам говорю, Прямо проходите по ссылке, нажимайте, оформляйте заказ, оформляйте и, соответственно, приобретайте материал. Ну что, готово, давайте начинать. Продолжаем нашу дополнительную часть. Мы с вами уже обсудили в прошлом видео очень интересную тему. Я рассказал вам про основы создания студии, даже не столько такие основы, касаемые именно технической составляющей, больше как ментальной. Сегодняшнее вот сейчас занятие у нас будет посвящено комплектации и должно было быть. Но я хочу, наверное, его переквалифицировать. Я надеюсь, вы не будете на меня здесь, ну, в принципе, попросили даже, наверное, сами, да, что не будете здесь очень сильно принять. Мне кажется, очень важно поговорить именно об ментальной составляющей и в том числе и в работе в комплектации. Это тоже очень важно, потому что многие дизайнеры, это большая проблема, многие дизайнеры не до конца сами понимают, чем отличается авторский надзор комплектации управления строительством, почему это разные услуги, как их упаковывать в разные услуги, почему имеет смысл их именно так продвигать, почему, с чего вообще клиент будет покупать у вас эти услуги, как их продавать правильно, да, и как сделать так, чтобы было понятно, что этими услугами выгодно очень воспользоваться клиенту и купить их у вас. В каких случаях надо покупать, а в каких случаях покупать не стоит. Об этом тоже детально рассказано и написано у нас вот в книге по комплектации, именно как вести, что делать, какая последовательность, что нужно для того, чтобы сделать это без ошибок, чтобы не приходилось закупать. Это все там детально. Сейчас мы поговорим с вами об основных вещах, они касаются у нас именно ментальных составляющих. И также я затрону путь, который я хотел также затронуть, это как начать зарабатывать с нуля, получить профессию до 50 тысяч рублей в удаленном формате, не в удаленном, это не так важно. Дальше 150, 300, 500 и миллион, какие должны быть у нас внутри установки, что мы должны сделать в плане навыков для того, чтобы дойти до примерно этих цифр. До миллиона, что мы дойдем, я не обещаю, но вот, допустим, мы дойдем, наверное, тысяч до 300. Сегодня успеем. Я думаю, это будет интересно. Напишите в чате, кому такие цифры в целом интересны, кого это зажигает, кому это в целом надо. Напишите сейчас, мне надо или я готов изучить эту тему, и я уже тогда буду знать, до какого-то предела мы дойдем. И давайте напишите тоже в чате, до какого предела вы лично хотите дойти, но не до предела, какой ваш следующий шаг, то есть какой бы стабильный доход в месяц вам бы на дизайне интерьера был бы интересен на данный момент. Тоже напишите, пожалуйста, сейчас, чтобы вы понимали, какую-то для себя поставили градацию, и я буду рассказывать сегодня в том числе по этой градации. Так, интересно зажигает, отлично, все, супер, поехали. Да, в месяц, именно в месяц, как это можно зарабатывать, как можно дойти. Так, ну что, поехали. Итак, наша сегодняшняя тема – это комплектация, как ее использовать. И на самом деле это одна из составляющих, это один из навыков, которые нам нужно получить для того, чтобы дойти до заветного там. Давайте миллион не будем сегодня затрагивать, для многих эта цифра такая вот заоблачная, я просто помню по себе, и мне казалось, что это практически нереально, это очень сложно. Вот, на самом деле, давайте остановимся примерно там, допустим, на 300 тысяч, это 5 тысяч долларов. В принципе, это нормальная такая хорошая сумма, на которую можно многим ориентироваться, наверное, да. А, ну вот, я вижу, многие так и пишут, 300 тысяч в месяц, пожалуйста, да. Давайте сейчас как раз-таки об этом и поговорим. Так вот, для того, чтобы выходить примерно на этот уровень, комплектация очень важна. Нужно ее делать. Давайте я сейчас задам вопрос вам. Подходите, кто там с телефона, кто с компьютера, подходите к компьютеру, будем писать, будем работать. Напишите, пожалуйста, сейчас такой вопрос, кто понимает точно разницу между комплектацией, авторским надзором и управлением строительством. Что вот три термина вам эти понятны. Напишите, я понимаю, если понимаете, если не понимаю, напишите, пока не понимаю, будет понятно там, что стоит ли объяснить или нет. Напишите сейчас в чате, понимаете ли вы разницу, чем отличаются авторские, комплектации и управление. Так, в основном все понимают, отлично, отлично, отлично. Так, слушали, супер. А теперь второй вопрос, кто успешно продает. Напишите, я продаю. Кто успешно продает, вот давайте поставлю знаки, равно, у кого удается успешно продавать то, что вы знаете. Напишите, пожалуйста, я продаю, у кого получается. У кого не получается, напишите, пока не получается. Или какие-то там вопросы, ну, есть незакрытые места. То есть, смотрите, в чем проблема возникает. Всегда надо это понимать, что вроде бы мы все понимаем, это вот то, что я рассказывал про книги, да, то есть мы почитали, в целом вроде бы все понятно. А когда доходит вопрос до внедрения, оно как-то что-то не получается. То есть, теория ясна, а как внедрить, непонятно. Было ли у кого-то такое? Может быть, такое сейчас у вас в комплектации. Я сейчас постараюсь тогда это раскрыть, если есть такая необходимость. Давайте, пишите, я посмотрю. Вижу, что многие ребята продают, это очень круто, молодцы. Вижу, что продают, у кого-то не получается. Да, пока что не продаю. Хорошо. Нужно ли рассказывать, как ее продавать, да, комплектацию? Напишите, кому нужно рассказывать, как ее все-таки продать. Комплектацию. Какая стратегия самая главная? Нужно. Нужно? Отлично. Хорошо, тогда мы с вами на одной волне, давайте приступим. Итак, с первым вариантом мы разобрались. То есть, большинство из вас, практически все, кто у нас сейчас присутствует, понимает, в чем разница. Для тех, кто слушает нас в записи, либо не понимает, очень кратко. Мы делаем авторский надзор, мы делаем комплектацию управления строительством. После того, как клиент у нас заказал дизайн проект, когда мы его реализовали и уже отдали. То есть, в этой ситуации у нас есть возможность дополнительно клиенту продать три вещи. Кто-то продает это единым пакетом, как комплектацию, авторский надзор и управление строительством оказывают эти услуги. Что это значит? Это значит, дизайн должен довести до конца, до реализовать. Но не у всех это получается, потому что большая проблема заключается в том, что когда услуги смешаны, непонятно, где начинается одна, где заканчивается другая. Как только это непонятно, непонятно, как сделать отсечку. Все это ведет, по договору я имею ввиду, все это ведет просто к тому, что в какой-то момент вы находитесь на такой позиции, когда вроде бы услуги какие-то вы оказали, но результата нет. Если результата нет, то клиент всегда может отмотать назад, либо попросить вас отмотать назад и сказать, а давайте переделаем. И так как у вас документально не закреплены какие-то вещи, допустим, то очень сложно какие-то факты противопоставить этому. Поэтому можно попытаться, конечно, за счет переговоров выйти, но, как правило, если клиент будет умный, требовательный, если он потребует предъявить акты выполненных работ, это сделать не получится. И ладно бы только это, но это все ставит нас в очень невыгодное положение, когда мы должны оправдываться по сути. И клиент может в этом случае диктовать любые свои условия. А как мы знаем с вами, когда клиент диктует свои условия, когда он хочет, чтобы мы делали так, как он хочет, а не так, как надо, все это ведет куда? К проекту, что он рушится, это становится просто проблемой. В итоге мы получаем на выходе, либо мы ссоримся с клиентом, либо мы получаем некачественное изображение, некачественная визуализация, или некачественные даже рабочие, уже выполненные фотографии, и, соответственно, мы не можем положить это себе в портфолио. Не знаю, как у вас, было ли у вас такое, что вот вы сделали, а клиент потом пришел и повесил какую-то свою шторку, или диван купил какой-нибудь с распродажей, он все испортил просто. Было ли у кого такое? У кого вот эта боль, да, есть? У меня, например, она как бы точно есть, да, и, соответственно, у людей, с которыми я общаюсь, это вот как бы повально бывает. И очень обидно. Ты вроде делал, старался, а клиент потом пришел и все, извините, там, испортил, да? И ничего ты с этим не сделаешь, к сожалению. Вот. Чтобы этого не было, мы берем управление в свои руки, но делаем это все пошагово. То есть мы делим авторский надзор. В чем он заключается? В том, что мы приходим и по журналу авторского надзора отмечаем, что строители сделали правильно и что они сделали неправильно. Мы ни в коем случае не вмешиваемся в работу строителей, даже если видим, что они косячат. Мы не говорим им, что делать. Мы не имеем на это право в рамках авторского надзора. Мы можем это только отметить и передать кому? Ну, управляющему стройкой. Кто управляющий стройкой? Либо мы же, если у нас заказали эту услугу отдельно, либо это клиент. Потому что мы не нанимаем строителей, у нас нет, если это не ген подряд, у нас нет никакого права указывать взрослому человеку отдельную юридическую компанию, что ему делать, а что не делать. И если вдруг мы даже укажем, а он будет делать, он будет потом ссылаться на нас. Так как документально у нас ничего не доказано, скорее всего у нас там что-то может быть начерчено на стенах. И получится, что вроде как вы и виноваты еще во всем, что там чего не получилось. Вы и денег не получили за это, делали, ну допустим, на добром слове, да, и еще и виноваты оказались. Это вдвойне обидно. Вот чтобы этого избежать, я сейчас не говорю о ценах, да, то есть у многих будет вопрос, а как это так брать с клиента там по три услуги. Но возьмите общую стоимость, которую вы оказываете, там авторский надзор, у кого это сколько, там 10, 20, 30 тысяч. Разделите их просто на части, допустим, за авторские 5 тысяч, за комплектацию 5, там из управления 5. Вот у вас будет 15, и так в два раза меньше. То есть тут я не говорю о том, что клиенту нужно в 10 раз больше платить. Нет, просто разделите это на разные договоры, уже будет спокойнее и приятнее. Это первый основополагающий момент именно в делении. Всем это понятно, напишите с авторским надзором, кому понятно, теперь как бы ясно эта тема, будет сейчас важно. Пока я комментарии прочитаю, пока пишите просто. Вторая тема комплектации. Что такое комплектация, если очень глобально? У вас есть проект готовый, вы должны купить по этому проекту оборудование и материалы. Учесть запасы, учесть цены, промониторить рынок, соответственно, всего этого нет у вас в дизайн-проекте. Не допускайте ошибку в дизайн-проекте, никогда не вставляйте готовые цены. Почему? Тоже уже рассказывал об этом неоднократно, в том числе на дизайн-конференции, на Ави-блоке. Почему нельзя указывать цены в дизайн-проекте? Очень просто, если вы укажете цены, если вы будете ссылаться на какие-то поставки, на поставщиков, то в этом плане получится, что клиент придет покупать, а цены там не те, а цены были актуальны на тот месяц, допустим, либо были сняты с позиции что-нибудь, либо запас вы указали и не отгадали с количеством запаса. В этом случае клиент что сделает? Он вас позовет, и не важно, что вы будете делать в другие проекты, что вы заняты, он скажет, дружище, давай, смотри, у тебя тут написано, это же документ, ты мне сдал, я тебя подписал, а тут не сходится, будь добр, поменяй. И в этом плане клиент будет прав, мы ничего тут сделать не можем, можно долго потом на форуме писать, какие клиенты неблагодарные, но по сути мы сами не сделали работу или сделали ее неправильно. Мы сами заложили себе в данном случае минус замедленного действия, сделав в дизайн-проекте ведомость спецификации и где купить, потому что потом придется переделывать, и это абсолютно точно. Если знаю, что у многих есть услуги именно по подсчету бюджета и всему остальному, я сейчас не говорю, что это не надо делать, это можно делать, но не делайте это ради бога в дизайн-проекте. Сделайте отдельную ведомость, табличку, назовите ее супер-бонус, и просто бонусом ему отдайте клиенту, не надо это в дизайн-проект, потому что потом тогда он сошлется, если на эту историю, вы скажете, слушайте, это была типа моя добрая воля, у нас в договоре об этом не написано. Значит поменялось, поменялось, заказывайте комплектацию. Понятно в чем история? Надеюсь, что да. Так вот, комплектацию когда заказываешь, что человеку кажется, клиенту, что купить там плитку, материалы, оборудование по цвету, чтобы оно все совпадало, это очень просто, как в булочный магазин соседний сходить. Пошел, заказал батон хлеба, тебе нарезали, помазали маслом, готово. В жизни все не так. Вот последний пример мы делаем сейчас вот у нас в доме, в офисе здесь материал, мы заказываем, но всегда возникают ошибки и проблемы. Руководство об этом знает, но ничего не сделаешь, потому что там люди работают, люди совершают ошибки, это факт. Если ошибку не перепроверить, то да, они потом извинятся, потом переделают и все остальное, но время будет упущено. Так вот, понимая все это, мы перепроверяем за людьми, за менеджерами. К примеру, вот то, что в ITILS нам посчитали, нормально, все супер, классно, там скидка, все дела, партнерские отношения, все как надо. Но менеджер считает и просто в спецификации меняет цифру, допустим, с четверки на единицу. Это значит, нам не хватит объема, либо наоборот, с единицы до четверки. Это значит, что мы купим в 4 раза больше. Если клиент подпишет, не проверит, если ему это все придет, там 3 камаза лишнего материала, куда он потом это денет? Ну и не проверил он спецификацию, не уточнил, не придал значения, что там плюс 30 тысяч, допустим, или минус. Кто это делает? Это одна из позиций. Таких позиций просто в интерьере, ну или там на экстерьере, там 200 штук, да, и все, кто-то этим должен заниматься. Может ли этим клиент заниматься? Конечно, да. Об этом я пишу вот эту книгу мою по энциклопедии. Я там рассказываю, что, дружище, если ты делаешь сам, как клиент, будь добр, делай это все внимательно и качественно. И дальше привожу пример. Я говорю, дизайнеры делают вот так. И даю список из 20 там пунктов, как надо вести на самом деле комплектацию правильно. Я говорю, вот тебе учебник, иди делай. Ну есть такие люди, которые говорят, я никогда ничего заказывать не буду, я буду делать дизайн сам, я буду делать комплектацию сам. Я делаю, как мне нравится. Ну, встречали таких заказчиков. Не надо их переубеждать, пусть делают, что им хочется, ничего страшного. Совершат ошибку, придут. Но есть люди, которые, прочитав вот это, допустим, я тоже к таким отношусь, я, прочитав вот этот список, думаю, а можно мне кто-то это сделать? Я готов за это платить 5-10 процентов, что, короче, я не буду этим заниматься, я буду сидеть там заниматься своим делом, либо там деньги зарабатывать на моем бизнесе, либо буду отдыхать там с детьми или поеду куда-нибудь там в, куда-нибудь там, ну, допустим, Европу отдыхать, давайте вот так вот возьмем. Почему нет? Зачем ему сидеть это все считать? Я счастлив заплатить эти 10 процентов несчастных, чтобы кто-то работал полностью со мной и занимался там моим домом, моим офисом, моим рестораном, а я в это время буду отдыхать там, заниматься своими делами. Вот такие мысли есть у нормальных клиентов, которые готовы платить. Поэтому вот там тоже я смотрю иногда посты какие-то, да, там в интернете, типа вот там не то пошло, а теперь клиенты не те, а зачем вы пишете там эти материалы, зачем вы пишете книгу, типа клиенты сейчас сами пойдут делать. А они как будто сами не делают, они и так сами делают. Просто есть клиенты, которые делают сами и пусть делают, а есть клиенты, которые делают не сами, а есть сомневающиеся. И вот те сомневающиеся, которые не знают, с чем им придется столкнуться, а вот реально человек не знает, он думает, как за хлебом сходить, вот эту историю, что пришел в магазин, тебе там отрезали сколько надо, и ты пришел домой с маслом намазал и пьешь с чаем. Ничего подобного. В жизни возникают тысячи и тысячи проблем. Они этого просто не знают. Книга как раз-таки говорит об этих проблемах, и я хочу наоборот предостеречь, то есть эта книга не то, что руководство иди сам делать, хотя продается именно так, естественно, так как продавать надо, это психология продаж. Я говорю, что типа иди, там все будет, но по факту ты когда читаешь, понимаешь, нет, можно я это делать не буду, можно я за это заплачу дизайнеру, пусть он за меня этим всем займется. Вот по сути эта книга это тот материал, который позволит вам продавать услугу комплектации. Когда продается? Продается очень просто. Когда ты сам понимаешь самостоятельно, что там внутри, когда ты можешь объяснить каждое свое действие с точки зрения полезности функционально для дома и с точки зрения цены-качества, то есть сколько я сэкономлю времени, если я закажу эту услугу у профессионала. И клиенты, которые заработали себе денег на дом, на квартиру, у них психологию в основном не украли где-нибудь, а заработали сами. У них психология часто такая, что они готовы платить, чтобы профессионал им занимался. Если бы это было не так, они бы сами себе колеса на машине меняли вместо шиномонтажа или какими-то делами такими занимались, сами бы себе уборку делали вместо того, чтобы горночную нанять и так далее. В общем, вот такая логика, такая философия. То есть мы должны сами понимать, с чего это состоит, наша тема по комплектации, и тогда мы сможем продавать. Только после этого. Я замечаю очень много таких тем, что не получается продавать просто по той простой причине, что дизайнеры сами не понимают или не верят в ценности своей услуги. А не верят в ценность, потому что не понимают, с чего она состоит. А не понимают, с чего она состоит, потому что смазывают все вместе и авторские, и комплектации, и управление. И вроде ты все делаешь, а ни за что не отвечаешь. Поэтому первый ключ вообще ко всему – это системно разобраться во всех вопросах. Помните то, что я рассказывал про три составляющие? То есть первое – это я могу, я верю, я знаю, что у меня получится вот эта вот история, что я как бы оптимист и а не пессимист, и готов развиваться. Это в целом, вот эта позиция. Вторая позиция – это то, что через знания, через навыки все это идет. И третья, одна из основных вещей – это то, что ты можешь получить информацию системно и по ней действовать. Вот это самое тоже тут важное получается. И тогда все становится легко. Вот даже вот по чату вы увидели, что, собственно, у кого-то получается продавать, у кого-то не получается. То есть это же не кому-то везет, а кому-то не везет. Просто кто-то работает по технологии, а кто-то не понимает, что это такое. Поэтому всего лишь, чтобы продавать, нужно научиться понимать, что это такое, научиться презентовать и объяснять ценность. И не переживать. То есть не ходить с горящими глазами и не умолять клиента, купите у меня. Какая разница? Ну, то есть вы говорите, вот возможность такая, вот есть инструмент такой, вот ты можешь заплатить столько-то и сэкономить столько-то. Ну, к примеру, вот то же самое, как я книгу сейчас рассказываю. Мне важно, чтобы вы книгу купили. Почему? Не ради этих там трех тысяч, а чтобы у вас что-то поменялось. То есть у меня это как бы по себестоимости в любом случае. И я вас как бы не заставляю, просто говорю, факты таковы, что там все есть. Если вам это интересно и нужно, вы покупаете абсолютно без проблем. Примерно с такой же логикой. Если вы не купите, как бы условно, вам же хуже, мне-то какая-то от этого разница. У меня своя жизнь, у меня все работает, у меня все продается и покупается. То есть я по этой технологии зарабатываю деньги. Я говорю, вот она есть, можете взять. Примерно с такой же позиции вы и рассказываете тоже клиенту. Вот и все. Как бы кому-то надо, сейчас тоже в чате там условно разделитесь на те, кому надо, и кто купит, и кто будет использовать. И кто послушает, поймет, что я потом, или я в интернете посмотрю, получусь. Окей, люди сами делятся, люди сами фильтруются. Поэтому самая большая ошибка будет пытаться навязать эту услугу тем людям, которым это не надо. Вместо этого нужно еще в самом начале фильтровать людей на входе. То есть, к примеру, как мы делаем. Когда к нам приходит клиент, если мы понимаем, что нам нужно с ним будет работать не только по дизайн-проекту, но и на комплектацию, мы просто его спрашиваем, вы вообще будете реализовывать проект? Если вы говорите, я пока не знаю, мы говорим, смотрите, мы в принципе ограничены в количестве людей, которые мы можем взять вообще в работу. В целом вы тут там у нас не единственные. Это сильная позиция, вы тут же ее показываете, говорите, что ну ничего страшного, если вы не купите, мы как бы вас даже можем отговорить, может быть вам не к нам, это нормально. Клиент такой чувствует, ничего себе, что-то тут ему не впаривают. Можно с вами познакомиться, там подетальнее узнать, а что это вы там мне не пытаетесь мне продать. Ну и все, вы говорите, а вы сами скажите, зачем вам это надо. Вот он рассказывает, я хочу то-то и то-то, опасения такие-то и такие-то. Вот, и там же вы уже говорите, ну ладно, мы подумаем взять вас или не взять. Вот, и по сути мы можем спокойно не брать людей, которые хотят там нарисовать что-то очень стандартное и дальше не вести. Вы говорите, просто я не хочу, чтобы вы получили просто проект и дальше с ним ничего не сделали. Мы истратим время, мы на этом много не заработаем, то есть у нас дизайн проект по себестоимости по сути делается. Если вы сейчас там истратите мое и свое время, ну зачем это вообще нам надо, если вы реализовывать не хотите? Тут клиент, например, говорит, не-не, я хочу реализовывать. Тогда можно его спокойно спросить, а как вы планируете реализовать всю эту тему? Он такой говорит, ну а что там такого-то, я вот возьму и буду делать. Вы будете заказывать авторские комплектации управления, спросите вы. Он такой скажет, ну не знаю, типа, а что это такое, объясните. И тут ваша задача не сплоховать, объяснить не что это такое вот в целом, а для чего это надо. Что авторские нужно для того, чтобы строители построили ровно, он не потерял время и денег. Вы за этим посмотрите, иначе ему придется самому этим заниматься. Комплектация нужна, чтобы сэкономить денег, что вы найдете дешевле. Как найдете, тоже можете рассказать по той технологии, которую я опять же в книге рассказываю. Как это делать, вы знаете, если вы профессионал. Как вы это делаете, сколько это времени занимает, сколько денег это стоит. И можете ему спокойно сказать, смотрите, уважаемый клиент, если вы не хотите делать комплектацию с нами, вы можете там сами это сделать, вот вам список из 20 пунктов. Что нужно обязательно сделать, что нужно встретить газелиста вовремя, когда ему будет удобно. Организовать там доставку, выезд, проверить по цветам, по количеству, все это дело проверить. Проверить с метода оплаты. Вот набор, пожалуйста, базовых функций, которые нужно будет делать. Вот это, пожалуйста, сделай, не ошибись. Я не хочу, чтобы вы попали в неприятную ситуацию. Вот клиент такой смотрит, он думает, а что я могу в непонятную ситуацию попасть? Вы говорите, ну в целом такое бывает. Некоторые клиенты попадают. Не факт, что это с вами случится, у вас-то, конечно, все будет отлично. Потому что вы же молодец, у вас все супер, да, все как надо. Но вот тебе список. По этому списку я сам работаю, я как профессионал, по этому списку каждый день по чек-листу прохожу и начинаю звонить. Звонить по кухне, звонить по мебели, звонить по материалам. Короче, каждый день в течение часа я просто всех прозваниваю и уточняю, все ли в порядке или нет. Почему это важно? Потому что везде люди, я человек, вы человек, человек там на той стороне, мы не знаем, что как бы у него было завтра, может у него там с кошкой проблемы или собака заболела, всякое бывает. И он невнимательно вам там, допустим, что-то внес. Кто это проверит? На ком будет эта ответственность? На вас, на нем? То есть да, он может ответить, но чем он отвечает? Его максимум уволят, а вы закажете там на сколько-то тон больше. И потом вы судиться хотите с компанией, либо вы хотите реально делать? Он такой, да, ну возможно, давайте с вами сами решим сейчас, я вас не убеждаю и не планирую, чтобы вы у меня купили. Может быть я даже вам не продам, условно так, у нас очередь как бы на нормальную. Я просто сейчас задаю вам эти вопросы и работаю вместе с вами для чего? Для того, чтобы понять, насколько вообще как бы вы отдаете себе отчет, что такое стройка. Вы вообще первый раз стройку делаете или нет? Ну вот примерно так можно вести диалог, и он такой, да, проблем много, хорошо, что вы мне об этом сказали. Я чувствую, что вы эксперт, да, и все, в принципе, больше ничего не нужно. Вот такая модель, если вы твердо понимаете, что вы продаете, зачем это надо, как это выглядит, то в принципе тут продавать-то ничего не надо. Ты просто объясняешь, что у тебя там, ну допустим, там у нас глава 1 там по поставщикам, глава 2 по договору, глава 3 там по тому, какие есть клиенты, как с ними работать, как делать комплектацию, там глава 11, глава там 12, как упаковать компанию и так далее. То есть я бы рассказал просто, что туда входит, и для чего это надо, да, если бы я сейчас книгу продавал. Вот, ну примерно так. А дальше, собственно, и все, можете замолчать и говорить, ну все, тогда покупай. Ваши вопросы. Окей, ладно, это такая подводочка базовая. Короче, комплектацию продаем примерно так. Следующая тема – это управление строительством. Все то же самое. Когда вы понимаете такое управление строительством, что это менеджмент, который нужно, чтобы соединять различные инстанции, да, вентиляторщиков и кондиционерщиков с водоснабженцами, со строителями, которые работают, и все это дело соединять, кто-то должен это делать. Можно спросить спокойно клиента, кто это будет делать. Он такой говорит, ну я думал вы. Конечно, я могу это делать, но для этого нужно заключить договор, по которому мы будем работать. Он такой, да, а что за договор, что входит в договор? В договор входит там следующее, первое, второе, третье, четвертое, пятое. Вопросов нет. Входит и входит. Тогда это стоит столько-то денег. Все, вы заключили, вы ведете эту тему, и все нормально. Вот примерно это основа того, как это продается. Это базовая там основа того вообще, как ты себя должен чувствовать внутри, как ты это все преподносишь, под каким соусом. И видя эту уверенность, видя эту реально сильную позицию, вы же не фигню предлагаете, вот что самое важное. Вы предлагаете отличный прям сервис и отличную услугу. Это же так, но я уверен, что тут мало кто из нас пытается продать какую-то фигню. То есть вы продаете реально полезную вещь. То есть ключ ко всему, что вы сами понимаете, что это такое. Объясняйте клиенту на его языке, что это такое. В принципе, вот и все. Получается, это деление комплектации авторского и всего остального. Вот об этом, обо всем давайте еще раз, чтобы эту тему тогда сейчас как бы основную, как бы закрыть по комплектации авторскому. Но это кому детально, либо на YouTube каких-то видео, там именно с организационной точки зрения, кому стратегии и детализации. У нас есть отдельный курс, можно купить тоже его, пройти с персональной поддержкой. Можно купить книгу, это дешевле там 10 раз. Но как бы тоже можно с этого начать, скажем так, для вопросов. Так, теперь, ребят, ваши вопросы. Давайте у нас еще будет следующая тема на психологию, да, я вам обещал. По комплектации вроде бы должно быть более-менее понятно, тем более многие знали. Как продавать, вы спрашивали, я вам примерно рассказал, что нужно для того, чтобы это было. Ваши вопросы, там буквально несколько штук, и потом идем дальше. Так, чем отличается управление строительства от генподряда? Управление строительства от генподряда отличается ответственностью. Когда мы говорим про управление строительства, вы заключаете договор на консультацию. Все решения по итогу принимает клиент. Это вы как хороший консультант, как хороший технолог, получается, рассказываете, к чему приведет то или иное решение. Но ответственность на все принимает клиент. С точки зрения генподряда, клиент за один договор он подписывает и единожды передает вам всю ответственность. Поэтому обычный генподряд делается на 30, может быть, 50% дороже берется с учетом запасов по рискам. То есть, когда вы будете работать, вы все равно, скорее всего, допустите какие-то ошибки. Вот эти ошибки нужно будет нивелировать теми деньгами, которые клиент вам заплатил. Соответственно, в этом плане генподряд, он более ответственный. Генподряд имеет смысл дизайнеру делать, когда у него сильный юрист и сильная организационная составляющая. Если есть возможность, не делайте генподряд. Вот вам такой совет всем и мне тоже себе самому. То есть, лучше генподряд не делать, лучше всего делать управление строительством. Как бы это менее безопасно. Либо, если вы делаете генподряд, то тогда наймите сильного юриста. Это просто другой бизнес. Вот что я хочу сказать. То есть, генеральный подряд по строительству и дизайн, не профессии, дизайн бизнес – это разные две области. Иногда бывает так, что вот к нам, допустим, приходят учиться, мы еще учим создание студии, как построить, продавать свои услуги и масштабировать. И к нам приходят дизайнеры отдельно, ну кто-то во главе. И, как правило, они в паре работают, там муж с женой. Очень часто вот девушка дизайнер и мужчина, он потом строит это все. Вот в этом плане это выгодно, конечно. То есть, девушка делает творчество так, чтобы было выгодно строителям. И строители потом как генподряд делают. Тогда имеет смысл. Ну, плюс обычно у них там в команде кто-то, кто разбирается с юридическими моментами. Вот. Если самостоятельно выделать, то надо решить, все-таки на двух стульях не усидишь. Надо либо делать дизайн, либо генеральный подряд. Я для себя выбрал, я занимаюсь дизайном, больше творчеством, нежели административной работой. Потому что генеральный подряд – это больше строительная и административная работа. Как бы там не творчество, это как, ну как визуализация, по сути, точно так же. Вот мне больше интересен тот формат, который я сейчас назвал. Примерно такая разница. Вопросы еще есть, если задавайте. Напишите, кому то, что я сейчас рассказал, понятно, близко или не близко. Напишите, прокомментируйте, чтобы я тоже понял, насколько вам было то, что я рассказал ясно-понятно. Согласны, не согласны. Какие у вас были там ситуации, возражения, почему это сработает, не сработает. Напишите. Пока все понятно, чтобы я тоже знал, насколько вам это все. Так, отлично. Вижу, что многим понятно. Кто не подошел, тоже подключайтесь. Кто слушает записи, тоже пишите. Комментарии ваши останутся где-то там на YouTube-канале или где-нибудь будет. Собственно, вы увидите тоже у других. Можете тоже задавать вопросы. Да, кстати, у меня есть телеграм-канал, тоже минуточка у нас такой рекламы. Да, телеграм-канал, где я отвечаю на вопросы. System Club называется, найдите. Там я беру самый какой-то интересный вопрос или нестандартную ситуацию, или стандартную. Каждый день разбираю кого-то именно из жизненной ситуации. То есть, там не теория, там именно практика жизненной ситуации. Вот. Подключайтесь. Там уже сколько-то человек, несколько сотен, поэтому достаточно интересно. И там есть форма специальная, в которой можно задать вопрос. Это бесплатная история. Пока бесплатно, можете подключаться. Отлично. Так, идем дальше. Следующая часть, как мы многофункционально сегодня постараемся сделать. Значит, вторая часть нашего сегодняшнего эфира и занятия – это как пройти путь. Сейчас я буду рассказывать. Да, вы уж тут меня простите, у меня слайдов не будет. Ну вот, наслаждайтесь изображением книги. Она тоже прекрасна. Воспринимайте на слух, рисуйте, конспектируйте, как угодно. Так, как пройти по результатам, по деньгам? Давайте так. Сейчас, первая базовая позиция. Я когда двигался по финансовому вопросу, то есть по финансам, когда больше зарабатывал, я заметил одну простую вещь. То есть зависит то, сколько зарабатываешь, не от того, насколько ты качественно делаешь свою работу. К сожалению, это так. Ну, как бы, или не к сожалению, просто так вот устроено. Просто работу делать недостаточно. Особенно ярко и четко это отображается, когда ты делаешь и работаешь с какими-нибудь крупными компаниями. Я работал с крупными компаниями. Там Сбербанк, Москва, Сити, там через ГАЛС, девелопер, да, получается. И Аэрофлот. То есть там очень такая позиция с совещаниями, с детализацией именно касаемо процесса. То есть там нужно быть очень-очень подкованным организационно. Иначе ты договор не подпишешь. Если подпишешь, то ты не сможешь его соблюсти. Если ты его не сможешь соблюсти, то ты попадешь на большие деньги, на большие штрафы. То есть там это очень важно. Поэтому как бы сам дизайн, вот именно само творчество, там занимает не очень много места. Ну, наверное, где-то, не знаю, процентов 10-15, да, все 20 может быть максимум. Окей, все остальное, чем ты занимаешься, это разруливаешь разные ситуации между инстанциями. Собственно, оттуда можно посмотреть, от корпоративных и бюрократических институтов, можно посмотреть, как организовано управление строительством. То есть в основном это менеджмент. Вот, и такой подход мы тоже стали использовать после того, как стали работать с крупными компаниями. Мы у себя даже в небольшой дизайн-студии, и как показала практика, это очень полезная штука получается. Вот, но, как мы с вами понимаем, да, в самом начале у нас, когда мы занимаемся именно творчеством, у нас нет никаких менеджерских вообще знаний, никаких основ. Ну, то есть просто мы не учились, у нас нет высшего образования по менеджменту и управлению, да. Ну, скорее всего, у меня не было, по крайней мере, не знаю, как у вас. Вот, и ты просто не понимаешь, что делать надо, что делать не надо. Но позиция такая моя, она заключается в том, что ты можешь, как специалист, получить любые необходимые тебе знания. Тебе нужно только знать, как бы захотеть, опять аксиомой идем, захотеть, начать практиковать и знать стратегию. Вот эти вот три составляющие, они помогают нам разобраться в чем-то быстро. И всего я выявил, когда ты растешь в доходе, ты растешь не столько ради, из-за того, что ты лучше делаешь свою работу, вообще не из-за этого, а из-за того, что ты подключаешь другие навыки, которые позволяют тебе лучше упаковывать продукт, лучше продавать, лучше работать с людьми, лучше понимать причину-следственную связь. А как бы, а наработку продукта, именно качество продукта, оно занимает, тоже занимает, конечно, место, и тебе интересно в этом развиваться. Но это не дает вот эту вот самую сильную составляющую. Многие дизайнеры, не знаю, может быть, слышали тоже такое, в принципе все профессионалы думают, я недостаточно много знаю, я недостаточно хорошо разбираюсь в стилях, я недостаточно разобрался в 3D-максе. И они вместо того, чтобы развивать, допустим, составляющую переговоров, либо презентации, либо общение со смежниками, то есть они пытаются сделать лучшие тени в 3D-максе, довести и так идеальную картинку до супер какого-то шедевра. Это делать не нужно. Так как время наше ограничено, нужно сосредоточить свои силы на получении дополнительных навыков. У меня в моей системе их 7. Вот 7 навыков, получается, которые мне точно помогли, каждый из них, пройти весь этот путь, и развитие каждого из этих навыков не последовательно, что ты выучил профессию, потом выучил продажи, потом выучил переговоры, потом личный бренд и все остальное, а именно параллельное развитие всех навыков, оно позволяет нам двигаться в финансовом плане. Объясню. Я вам рассказывал там на прошлом видео, посмотрите, кто там будет смотреть в записи, есть предыдущее видео, первая часть, там я рассказывал историю о том, как я, собственно, перешел из дизайнатора в дизайнеры. И если вспомнить ту штуку, тот рассказ, когда я стал рисовать и взял помощников, то по сути мне нужно было развить другие навыки, не дизайнерские, а мне нужно было развить навыки отношений с клиентом, потому что я не хотел согласовывать по 4-5 раз, а хотел согласовывать с первого раза. Это навык переговоров с клиентом и понимание продукта своего, что я предлагаю. Это второй навык, как бы понимание продукта своего. Это нужен был обязательно навык делегирования и передачи ответственности коллегам, для того, чтобы они умели делать то, что мне нужно было делать, то, что я не сильно хотел, соответственно, чем-то заниматься. И продаж тут пока нету, заметьте, да, это вот три там навыка я собрал, и уже я стал зарабатывать гораздо больше, чем стандартный специалист. Почему? Потому что времени стал тратить меньше, задача делать быстрее и, по сути, делегировал. Поэтому несколько навыков, которые я рассказывал вот сейчас, они позволили мне умножиться в два раза, а через буквально пару недель, через месяц где-то в три раза в итоге я стал зарабатывать дополнительно денег, не благодаря тому, что я лучше стал делать свою работу, а просто за счет масштабирования. Понятна эта мысль? Напишите, кому эта мысль понятна, напишите, кому понятно, что навыки, они в целом влияют на доход. Не. Первая мысль такая, что на доход влияет не качество твоей работы, а именно навыки, которые у тебя есть. Да, кстати, что касается качества работы, то есть если в укрупненном плане, в укрупненном плане, в целом ты даже можешь кого-то нанять. Если мы говорим о бизнесе, ну как бы, есть же люди, которые бизнес построили на дизайне, но не дизайнеры. Есть. Значит, в целом навык... Создание чего-то ты тоже можешь делегировать. Вот такая вот непростая или простая история. Так, понятно. Окей. Давайте теперь обсудим вот эти семь навыков, если это мысли понятны, какие это навыки. И, да, еще раз хочу акцентировать внимание на чем. Что мы не учимся сначала делать, допустим, полностью дизайн. Полностью. Вот мы такие сели, выучились, все сделали, а потом начинаем продавать. Нет, так не работает. Мы начинаем продавать уже во время того, как мы делаем. То есть, уже начинаем там планировки научились делать, начинаем искать заказы на это дело. Научились делать, допустим, рисовать что-то. Уже можем искать заказы, чтобы как-то вот начать взаимодействовать. То есть, надо именно... Помните вторую аксиому, то, что мы называли? Именно присвоение опыта возникает в момент работы. Вот это тоже важно. Давайте сейчас озвучим все семь навыков. Они у нас будут идти параллельно. И в работе над собой, над увеличением дохода важно, чтобы эти навыки росли по-разному. Такое, как колесо баланса, можно так сказать. Кто-то лучше всех в продажах разбирается, кто-то в профессии разбирается, остальное, значит, понемножку. Кто-то сильно в делегировании разбирается, но мало разбирается там в качестве продукта. У него не очень хорошее качество. Тогда он может кого-то нанять. То есть, каждый... И здесь еще одна важная мысль, здесь перед тем, как буду перечислять, обозначу, что в зависимости от того, какие у нас сейчас изначально позиции, вот у нас лично, у каждого из нас, как у человека, у каждого будет свой путь, который выстрелит в доходе. К примеру, когда я был... Когда я начинал, приходил в эту тему, да, полностью, я ничего не знал, ничего не умел вообще. У меня ноль был абсолютный. Вот, и у меня ничего не было. Соответственно, в этом случае мне пришлось долго учиться, ну, там, около года, чтобы как-то базово получить профессию и потом начать, ну, хоть что-то зарабатывать. Да, если вы уже профессию знаете, вы можете поставить жирный плюсик против навыка профессии. Если вы, допустим, пришли в дизайн из другой темы, к примеру, из продаж, либо вы управляли, не знаю, каким-нибудь банком, да, или были топ-менеджером. Многие люди, кстати, ну, меня тоже обучаем дизайну, и я сталкиваюсь очень часто с девушками, которые пошли по велению родителей работать бухгалтером, либо финансистом, или юристом, но эта работа им не нравится, они всю жизнь хотят творчества. Вот, соответственно, там, в свои, там, 25-30, там, 35 и далее лет, они вот начинают, что вот мы хотим заниматься, наконец, мы денег уже заработали, все у нас нормально, муж работает, вот мы хотим заниматься, короче, творчеством. Вот, им, вы понимаете, что им будет легче, то есть им не нужно, скажем так, изучать навыки переговоров, они уже это умеют, им не нужно изучать навыки продаж, они это, скорее всего, умеют, да, им не нужно, там, какой-то статус, да, бренд и все остальное, у них уже это есть, то есть они знакомы, там, с нормальным оборудованием, с нормальными, там, автомобилями, машинами, то есть у них, допустим, есть какой-то статус некий, они уже были в ресторанах, в отелях, они понимают, что такой дизайн. То есть вот таким людям будет проще, и в зависимости от этого, в зависимости от того, где мы сейчас находимся, то есть, либо как я был новичок, вообще нулевой, либо уже топовый какой-то специалист, путь будет разный. Опять же, по этим навыкам, сейчас я чуть подробнее расскажу. Мне, как новичку, нужно было изучить и профессию, и все профессиональные навыки, потому что у меня ноль был, я ничего не умел, как бы ни переговоры, ничего не умел. А человек, который уже с опытом в каком-то плане, он учит, получается, только профессию дизайна, все остальное у него есть. Вы видели же, наверное, много всяких примеров, когда уже успешные люди из других профессий, стилист, допустим, либо маркетолог или еще кто-то, вдруг решил переучиться, и у него успешно стало получаться. Это не потому, что он талантливый в дизайне, не потому, что он выбрал изначально не ту какую-то сферу, а только потому, что у него были другие навыки, которые нужны для успеха в профессии. В финансовом плане. Я сейчас, кстати, не говорю про именно техническую составляющую, я говорю про именно составляющую творческую, да, я говорю только в финансовом плане. Сейчас давайте тоже уйдем от творчества немножко, мы сейчас говорим только про деньги. Так вот, в деньгах важно другое, в деньгах нужно соответствие всех семи навыков. Окей? С этим понятно. Давайте я напишу все семь навыков, они у нас важны. То есть, первый – это путь. Путь, либо навыки личной эффективности. Личная эффективность. Это первый навык, который нужен. Что это такое? Вот, в принципе, сейчас мы приобретаем так или иначе вот этот вот первый навык, скажем так, это больше информационный навык, когда я вам рассказываю, как может быть вообще, то есть, как бы настраиваю на правильную волну. Вот, мотивация, там вот все относится. Там второе составляющее здесь же – это понимание, где ты сейчас находишься, то есть, твоя точка, в которой ты сейчас находишься, какие у тебя навыки есть. То есть, такой некий, некая ревизия. Как мы техническое задание составляем с клиентом, то же самое. Мы составляем техническое задание для себя, чтобы понимать, куда идти дальше. Как бы полная четкая картина, кем мы сейчас являемся и какой путь у нас будет. Также здесь неплохо очень отыграть тему с эффективностью обучения, потому что можно долго учить. Я, кстати, наверное, буду записывать видео, как по детскому учебнику воспитать в себе системность. То есть, можно взять детский учебник истории и биологии и на нем потренироваться в систематизации. Вот такая тема прикольная. Скажите, прикольная, да? То есть, я вот взял учебник, посмотрел, как там вообще. Думаю, блин, там прям можно реально сделать упражнение. Я думаю, запишу скоро видео, значит, как потренировать свой мозг. Потому что там детям это не объясняют, в школе это не объясняют точно. Ну, ни в какой школе. Но я уже как бы понимаю, как работает мозг, могу донести это вообще нормально. И за тренировку взять любой учебник. Значит, это все здесь. Это для того, чтобы быстро обучиться. Вторая тема. Вторая тема – это профессия. Профессия. Профессия – это значит, вы должны делать свою работу хорошо, качественно, ее должны покупать. Я ни в коем случае не... Раньше там я немножко говорил, может быть, кому-то показалось, что я не топлю за качество. Ничего подобного. Качество должно быть на высоком уровне. Это одно из основных вещей. Это прям очень важно. И обязательно делать свою работу качественно, чтобы ее покупали. Потому что если покупать не будут, ты будешь делать фигню какую-то. Ну, соответственно, это путь в никуда. Поэтому качество должно быть. Профессиональные знания, профессиональные навыки. Здесь, я думаю, всем понятно. Второй навык – это именно навык профессии. Третий навык – это умение, ну, по сути, это привлечение клиентов. Упаковка. Упаковка. Предложение. И привлечение клиентов. Упаковка, предложение. Что это такое? Если мы умеем делать свою работу, мы должны описать, как мы ее делаем. Примерно то, что я сегодня рассказывал с точки зрения продажи комплектации. То есть для того, чтобы так продавать, нужно четко, точно понимать, что ты делаешь, что ты не делаешь и почему это полезно. Как только ты описываешь и понимаешь, можешь сравнить, допустим, кому время из клиентов важно, сколько вы ему времени сэкономите, сколько он заплатит, кому, наоборот, деньги важнее, да, соответственно, как вы ему поможете экономить. В общем, надо понимать свой продукт. И третий навык – это умение описать его понятным клиенту языком, чтобы он захотел это приобрести и купить. И также здесь у нас навык лидогенерации, так называемый. Это привлечение клиентов до той позиции, что он поднимет руку и скажет, да, мне это интересно. Это продажи через социальные сети, через Инстаграм, через Фейсбук, через Ютуб. То есть привлечение клиентов к вашей персоне, к вашему предложению даже, не обязательно к персоне, к именно к предложению. Умение скомбинировать и сделать такое предложение, то есть немножко маркетингу надо научиться, для того, чтобы клиент пришел и сказал, да, мне это интересно, ух ты, как прикольно. Вот, еще пока мы ничего не продаем, просто он должен сказать, ему это интересно. Ну так, как бы конвертация. Это все к этому навыку относится. Это нельзя делегировать. То есть можно, но это очень дорого стоит, и люди, которые умеют это делать, у них, как правило, свои бизнесы, потому что зачем им вас продвигать, просто физически нет никакой необходимости вас продвигать. Они, если умеют это делать, они продвигают свои бизнесы и зарабатывают. Я убеждаюсь, убежден абсолютно в том, что этот навык можно получить. Я сам его получил, в принципе, не так давно, потому что я всю жизнь продавал не за счет вот таких вот прямых продаж и рекламы. Я всю жизнь продавал за счет экспертности и известности. Ну вот у меня такая была позиция, в принципе, она и сейчас остается, у меня так и покупают. Я что-то прикольно рассказываю, типа, как сейчас, да, говорю, вот, ну интересно же, интересно, прикольно-прикольно, книга есть, кто-то купит, кто-то на курсы ко мне придет. То есть я вот так вот всегда делал. Но этого недостаточно, то есть по идее нужно в свою тему увлекать большое количество людей дополнительно. И так получается, что даже я сейчас вот книгу рекламирую, например, в социальных сетях, и ко мне уже приходят запросы от клиентов. Они просто видят, ой, ничего себе, там кто-то книгу написал, значит, что-то умное там, дай-ка запрошусь на консультацию. Вот так вот условно получается. То есть это надо тоже уметь делать. Не обязательно с книгой, это можно делать со своим предложением. Я к чему сейчас склоняю вас, что это тоже навык, и его не получится делегировать, не получится партнера взять какого-то, который будет вас продавать. Вот это вот мечта каждого дизайнера, что я сейчас, или профессионал, я-то очень крутой, я сейчас возьму супер себе какого-то продюсера, он будет меня двигать. Если он будет вас двигать, то зачем, почему только вы должны быть у него? Он возьмет еще 10 таких, и вам будет по остаточному принципу уделять внимание, а деньги вы будете пополам делить. Поэтому бессмысленно эта история, нужно обязательно самостоятельно это делать, как бы научиться продвигать, привлекать. Так, с этим навыков, наверное, понятно, да? Идем дальше. Четвертый навык – это переговоры и продажи. Продажи. Продажи и переговоры. Что это такое? Ну, переговоры – это когда клиент говорит, покажите мне еще 25-й вариант, вам надо его мягко убедить, что 25-й вариант ему не нужен, и что он за это не заплатил, не обидев его при этом. Либо когда кто-то накосячил, допустим, вы посоветовали поставщика, а поставщик накосячил со сроками и вообще пропал, и клиент уже на вас злится и чуть ли не матом орет. Вот умение всю эту ситуацию разрулить, сложная ситуация – это навык переговоров. Примерно так. А продажи – это когда с предыдущей части к вам пришел клиент подготовленный и говорит, что в целом мне это интересно, я хочу, чтобы вы мне продали дополнительное… Ну, не то, что продали, а расскажите, что у вас есть. И тут вы должны не растеряться и перевести его из потенциального клиента в реального, то есть заключить договор. Вот это тоже навык, потому что вы же не будете бегать все время с каким-то человеком, который будет за вас продавать. Вряд ли. То есть это тоже, скорее всего, так не будет. Скорее всего, вы оказываете консультацию, ну, например, напишите, кто из вас оказывает консультацию клиенту перед тем, как он заключит договор. Вот есть ли такие тут? То есть клиент к вам приходит, говорит, мы вот пришли по рекомендациям либо через интернет, и вот мы хотим типа с вами работать, но вот давайте обсудим какие-то детали. И вы начинаете консультировать. Есть ли тут такие люди? Напишите, пожалуйста. Есть ли такие ситуации? Бывают. Так, если есть, пишите. Сейчас обсудим. Так, бывают, да, у некоторых? Ключ на этих консультациях, как вы, наверное, понимаете, да, бывает, вижу, что не нужно здесь рассказывать именно и не нужно давать советы, рекомендации, да, мы это уже, в принципе, с вами обсудили, клиенту. Вернее, это делать нужно обязательно, но кроме этого нужно еще закидывать такие моменты и строить презентацию так, чтобы клиент понял, что вы эксперт. То есть ваша задача на продающие консультации, да, по сути, это не просто консультации, продающие консультации, это выяснить его потребности, мы с вами уже об этом говорили в предыдущем блоке, и подстроить свое предложение под его потребностью, чтобы оно, чтобы у него выглядело так, как специально для него сделано. В принципе, это нормально, это реально разумно, и вы уже дальше будете строить все продвижение, и все, даже интерьер можно устроить, и с той позиции чего-то человек боится. Ну, к примеру, если боится человек, что он затопит соседей, ну, например, да, то есть вы это выяснили, на презентации вы рассказали, что, ну, был такой случай, да, что там такой же клиент был, или он затопил соседей тоже, да, и как вы с этим справились, и, допустим, в вашем проекте всегда предусматривается гидроизоляция, там, ванны и все остальное, чтобы этого не случилось никогда, то есть вы как бы сами за это голосуете, и это является самой важной вашей частью. Вот, ну и так далее, то есть эту презентацию надо подготовить таким образом, чтобы она автоматически работала для всех клиентов, и вы смогли ее подтюниговывать. Вот примерно такая история. И тогда будет все получаться. Так, следующая тема, это пятая, пятая, это как раз-таки комплектация, назовем это доп.услуги. Как мы с вами понимаем, как только у вас компания, вам недостаточно привлечь просто клиентов, да, нужно еще им нормально, правильно продавать дополнительные услуги, потому что на них вы сможете заработать дополнительные деньги. Вот, собственно, пятое здесь в нашем бизнесе по дизайну, это продажа авторского комплектации управления. Это дает много бонусов, как мы с вами обсудили. Это дает возможность вам, во-первых, довести, доделать проект до конца, да, во-вторых, заработать на нем деньги. Потому что, когда ты делаешь дизайн-проект, там деньги в основном идут на зарплату сотрудникам. Вот, соответственно, когда ты уже дальше завоевал доверие клиента, когда он доволен, он готов уже платить за сопровождение. Это нормальная ситуация. Вот, если вы не продаете доп. услуги, если вы не разобрались в комплектации, в том, как ее правильно делать, то вы теряете просто много денег и не дойдете до следующих высот по деньгам. Шестое – это управление. Это сотрудники и систематизация. Сотрудники. Давайте просто сотрудники напишу. В чем тут суть? Что вам нужно обязательно делегировать. Как только ты начинаешь делегировать, с этого я начинал, растет доход, но возникают проблемы. Потому что каждый считает, как надо делать. Вам нужно прописать обязательно правила, документы. У нас в компании 150 документов для управления студией дизайна. Когда мы обучаем тоже другие компании, как это делать, мы не просто даем эти документы, мы внедряем их в систему работы. Опять же, нельзя просто написать документы, положить их на полку и ими пользуйся. Нет. Обязательно нужно внедрить. Внедрение – это одна из основных позиций. Для того, чтобы все работало. Почему долго происходит? Потому что перестройка мозга требуется. Минимум полгода требуется для того, чтобы перейти с одних накатанных рельс на другие. Для того, чтобы даже готовые документы, даже готовую книгу внедрить. Требуется время и требуется занятие. Для чего, собственно, тренинги нужны, курсы и все остальное. Не чтобы информацию дать. Информации вагон. В книге возьмите, все прочитайте. А чтобы из текущего положения человека перевести, убрать все его страхи, стереотипы и, по сути, ложные убеждения в голове и перевести на следующий уровень. То есть, по сути, через обучение идет изменение сознания. Через изменение сознания приобретаются навыки. А через обретение навыков, которые я сейчас показывал, через то, что вы страхи уводите, у вас растет доход. Потому что вы становитесь более уверенным. У вас получается. И получается не потому, что вы там с методичкой, с книжкой там ходите, а потому что это в голову уже встроилось. Вот что дает обучение, что дают тренинги любые, любые мастер-классы, мероприятия, они дают именно быстрое встраивание, если это не теоретическая информация, а именно отработка. Вот как бы хороший тренинг, он всегда заточен на отработку. Вот такая здесь тема. Поэтому шестая история – это сотрудники и систематизация, которая поможет уже дальше выйти. И седьмое, одно из самых прикольных – это пиар и известность. Еще раз отмечу компанию «Аркдиалог» Светлану Кутлукову. Лично, да, Свет, привет. Собственно, с ней работали достаточно много. И конференции делаем, замечательные ребята. И девушки там, все сотрудницы тоже молодцы. Всех лично знаю, тоже всем лично привет. Большие молодцы. Так вот, собственно, компания, которая позволяет выйти и вывести дизайнера на новый уровень. Что значит на новый уровень? На уровне узнаваемости сделать известным, найти уникальность. Учимся выступать, да, упаковываем свои предложения так, чтобы людям было это интересно. В общем, там, по сути, тоже можно уже на практической части применить все то, что я сейчас рассказываю. Поэтому как бы изучаем, делаем, упаковываемся и идем применять на практике. Мы, я вот ездил, наверное, во все города, тоже с «Аркдиалогом». И, ну вот если кто-то сейчас нас смотрит из другого города, я у вас был, это вот скорее всего, то есть в 90% случаев, да, или там 80, наверное, не знаю соотношение, примерно 80-90% всех выездов, вот как бы мы со Светланой либо поодиночке, либо вместе ездили на какие-то мероприятия. Вот это тоже безумно прикольный опыт, потому что через пиар и известность происходит узнаваемость. А в психологии есть такая история, что человек, которого ты знаешь как бы лично, либо думаешь, что знаешь, либо он тебе нравится и симпатичен, то ты у него хочешь купить. Ты не знаешь, какой у него продукт. То есть, ну реально, вот вы же не знаете, какая у меня книга, хорошая она или плохая. Вы можете судить только по отзывам. Вы не знаете, какие у меня курсы, хорошие или плохие. Вы не знаете, может, там у меня вообще там непонятно что. Но смотря на меня, смотря на мои рассуждения, смотря на то, что я сейчас рассказываю, вы можете предложить не нулевую вероятность, что там что-то нормальное, а может быть даже и с большей долей вероятности вы подумаете, что что-то нормальное рассказывает. В принципе, так и работают публичные выступления, потому что они позволяют мотивировать людей принять решение в вашу сторону. Это тоже очень нужный навык. Я его начал разрабатывать очень вовремя. В 2011 году мы делали первую конференцию, когда у меня уже работала компания по визуализации и компания по дизайну, я решил просто этот опыт передать. Мы собрали в 2010, по-моему, году первую конференцию. Там был 100-120 человек, где-то такой небольшой зал. Мы вообще не умели ничего делать. Светлана тогда с нами тоже еще не работала. Мы с Максом Вересовым это сделали. И нам было страшно, естественно, была проблема, потому что я не спикер, не умею разговаривать, но не умел раньше. Это просто тоже с опытом, кстати, пришло. Еще один хороший навык, если кто-то думает, вот он не умеет разговаривать, все нормально, с опытом придет. Главный страх убрать. Так вот, я убрал страх, я пошел в эту тему, и я просто для себя принял такую позицию, что у меня эта компания работает, в 2010 году у меня уже работала, а куча дизайнеров, ну, много дизайнеров вокруг, они не знали, как было. Я думаю, дай-ка я всем объясню, почему бы и нет. Вдруг как бы будет людям полезно. Вот, мы собрали события, то есть мы для себя собрали, чтобы потренироваться на самом деле. А оказалось, это такое прикольное событие, которое переросло во вселенского такого масштаба, всероссийского, международного даже масштаба, который помогает сейчас многим. И, собственно, конференция, за счет конференции, как я вам говорил, моя задача сделать именно системное сообщество, чтобы люди понимали, что к чему, и не мыкались там, ну, потому что сейчас очень многие из, не говорю о курсах разных, да, даже из института люди выходят абсолютно неподготовленными. Ты не можешь взять готового человека, вот кто-то спрашивал там прошлую сессию, можно ли там пойти работать? Скорее всего, нет, потому что, скорее всего, не будет подготовки должной, не будет должных навыков. Умеешь делать дизайн, вряд ли умеешь работать с клиентом, да, или вряд ли ты умеешь там нормально с поставщиками. То есть или то, или то. А вот ключ ко всему, как я считаю, для гармоничного развития полноценного специалиста, который ведет по градации, это именно гармоничное развитие по этим семи навыкам. Я на эту тему, на большую эту тему, я готовлю материал. У меня, собственно, вот готов практически план. Большой-большой фильм я сейчас снимаю вот по этой теме. Вот, соответственно, если у вас есть желание, вы можете написать мне в Телеграм, либо в Инстаграм, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на почту. Ну, найдете, как это сделать. Собственно, пишите мне лично, я вам скажу, куда зарегистрироваться, и вы сможете на нем поучаствовать. Там я детально, сейчас вот мы не успеем, там я за два с половиной часа рассказываю весь путь, как пройти, там, 50, 100, 150, 300 тысяч, 500 тысяч в месяц и миллион. Использую эти навыки. Какие страхи у меня были, как я их преодолевал, какие инструменты нужны, в общем, все рассказываю достаточно подробно и детально. В принципе, у меня, наверное, все на данный момент. Основные вещи я рассказал. Спасибо вам большое за эфир. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете задать, я сейчас на них отвечу. Спасибо еще раз компании «Радиолог» за приглашение и за проведенное мероприятие. Вопросы есть в чат? Да, еще раз скину ссылку, кто еще не успел купить. Напоминаю, что тем, кто сегодня зарегистрировался, у вас будет возможность задать мне вопросы по книге, по материалам. Я вам помогу персональным советом. Соответственно, у вас будет такая возможность. Обычно такая возможность стоит 15 тысяч. Моя консультация 15 тысяч рублей стоит. То есть, тут вы можете задавать мне вопросы. Вот сейчас, по сути, покупая книжку за 3 тысячи на вебинаре, вы можете задать вопросы. Я его разберу, допустим, в нашем телеграм-канале, либо отвечу вам голосом лично по вашей ситуации. Поэтому пользуйтесь возможностью. Другого такого шанса не будет. Так, вопросы. Обещали рассказать про первый реализованный проект? Да, расскажу, но, наверное, не в рамках сейчас. Вот на этом интенсиве, который я готовлю большой, там будет про несколько знаковых моих проектов, которые я делал. Сейчас кратко расскажу, окей, раз обещал. В общем, там будет детально проекты, какие я делал, и какие у меня были принципы, выработались в работе, и в моей личной работе компании, которые позволили мне, собственно, дальше развиваться. Первый проект у меня был по дизайну. Да, он был достаточно смешной. Меня нашла владелица салона красоты, просто по интернету смотря картинки, Яндекс.Картинки или что-то типа того там было тогда. Она меня пригласила и говорит, приезжайте, пожалуйста, к нам на встречу, мы хотим вас заказать. Ну, я поехал, почему нет, я люблю встречаться и узнавать о проектах. Приезжаю, она говорит, вот у нас такой-то салон, нам нужно сделать вип-кабинет. Я говорю, я не дизайнер, я умею картинки рисовать, вы меня с кем-то путали. А я тогда не ассоциировал себя с дизайнером. Соответственно, она говорит, да ничего страшного, ты нарисуй картинки, а мы сделаем. У нас строитель есть, все нормально, все схвачено. Цена их устроила, я сказал, окей, не вопрос, я вас предупредил, ответственность себя снимаю. Они мне дали задачу, а я такой человек, когда у меня есть какая-то задача, я ищу вопросы, как ее решить. Я не схожу никогда из того, что я не знаю, как делать. Мало ли, что я в жизни не знаю, я очень много чего не знаю, как в жизни делается. Но у меня есть голова на плечах, я могу разобраться. Соответственно, я взял задачу, пошел разбираться, спрашивать у людей, как что делается. Ну и стал разбираться. Мне дали аванс, не сделать было нельзя. Соответственно, я сделал. А по дизайну квартиры у меня дальше владелец этой компании, он увидел, как я сделал, говорит, а теперь сделай мне квартиру. Ну, собственно, я ему сделал, но потом по сарафанному радио, ну и так же шаг за шагом оно пошло. Ну, это если кратко. Как эта возможность будет реализована? Вы сможете написать мне, и, соответственно, я вам запишу вопрос, да, я по нему запишу вам комментарии, разбор, может быть, видео даже такое запишу, если оно будет интересно, и, соответственно, выложу, вы сможете его также посмотреть. Реализовано будет либо через YouTube-канал, либо через Telegram-чат, я вам отвечу. Либо, ну, как бы, запишу аудиосообщение в Telegram. Ну, каким-то образом. Не знаю, каким образом именно с точки зрения технической, да, но как-то будет реализовано. Какие вопросы у вас будут, вы сможете задавать. То есть, главное в комментарии только заказа пометьте, ну, или там по почте пометьте, что вы сейчас с вебинара и слушаете нас вот сейчас, собственно, здесь. Так, ну, тогда сколько действует по времени? Ну, можно, можно оставить. По почте ли ватсап? По почте пишите. Расскажите в страхах корт, какие, как справляюсь. Ребят, долгая история, у нас меня сейчас выгонит, я так понимаю. У нас сколько времени осталось? Напишите по количеству времени, сколько есть, потому что я-то могу рассказывать бесконечно, а боюсь, что там три часа я еще со страхами здесь не выдержу. Еще 10 минут, окей, сейчас тогда что-то расскажу. Если люди после вуза ходят неподготовлены, как им тогда устраиваться в компании? Да в том-то и проблема, что как бы сложно. Обычно таких ребят предлагают устроиться на стажировку. В принципе, это нормальная история, ты устраиваешь стажировку, тебе могут ничего не платить, ты ходишь, наблюдаешь. Главное, устроиться в системную компанию, ну, либо в компанию, в которую ты сможешь впитывать информацию. Я когда, допустим, устраивался в компанию работать, я устроился в хорошую качественную архитектурную студию, и я у них просто подсматривал, как делать дизайн. Я смотрел, как они делали качественные проекты, я делал для них визуализацию для качественных клиентов, и, соответственно, у нас был такой обмен опытом. Я им рассказывал, как делать визуализацию, некоторых даже архитекторов научил там делать визуализацию, которые до сих пор сейчас работают уже самостоятельно, им не хватало именно этого навыка, именно делать визуализацию. Они, в свою очередь, рассказывали, как они мыслят, как они делают дизайн. В принципе, ничего сложного особо нет. Вот мы вместе в таком тандеме, обмениваясь опытом, на стажировку работали. Вот и все. Почему? Что им делать? Что-то делать, находить способ, если человек выпустился. Во-первых, нельзя учиться в институте или где-то там на курсах и думать, что я вот доучусь до конца, а потом пойду. То есть лучше параллельно, пока ты учишься, уже куда-то вписываться. То есть я вписался в компанию, в работу на втором курсе. Сразу же я пошел и параллельно с учебой я изучал профессию по сути дизайна. То есть я получал две профессии одновременно. Одну профессию получал строительную, которая мне не пригодилась, ну как-то никак. А вторая профессия у меня, ну это призвание, вот дело моей жизни, это дизайн и визуализация, в чем я разбираюсь и в управлении в этой теме. Ну как бы вот так. У меня не получается платить книгу, в СБМ выбирает какие-то ошибки через... Напишите тогда на почту. Да, давайте я сейчас почту напишу. Там, кстати, она написана по ссылке. Кочинг. Кочинг собакодизайн.ру. Это вот наша почта, туда напишите. По ссылке пройдетесь, там написано. Напишите и зафиксируйте место. Соответственно, вы сможете воспользоваться этим шансом. Назовем его так. У меня не получается платить книгу по... А, это уже было. Окей. Это консультация, какой-то разбор ситуации. Так. Да, вы сможете... Смотрите, там в чем суть. Вы, короче, оплачиваете книгу и там есть... Получаете ее, естественно, начинаете работать. Когда работаете, у вас возникает вопрос. Вы вопросы присылаете мне. Ну, какие-то, да. Вот один какой-то гарантированный я разбираю, какой хотите. Остальные я тоже разбираю в общем формате. То есть, вы присылаете вопрос, а я тоже его разбираю. Он, скорее всего, будет интересен всем. Поэтому примерно вот так. Вот. Обычно такая история как бы отдельно стоит. Вы можете отдельно сейчас приобрести и, соответственно, воспользоваться этой темой. Это полезная, незаменимая штука. Общаясь со мной уже, кто первый раз там меня видит, вы уже видите, что я не зажимаю информацию, рассказываю вам четко, как есть. То есть, мне проще рассказать, чем придумать причину, почему не рассказывать. Поэтому я до информации не жадный. Я вижу вашу ситуацию, могу быстро ее прокомментировать. В этом моя сверхспособность. Считайте это так. То есть, моя сверхспособность, получается, это системность и творчество. Вот. Поэтому вы можете мной пользоваться в данном формате, и я здесь буду максимально полезный. Поэтому приглашаю вас пользоваться моей головой в своих корыстных целях. Так, окей. Оплатил без комментариев. Ну, напишите тогда по почте, и мы свяжемся с вами. Ну, вернее, будет понятно, что это вы. Как определить качество... Качество? Так, так, так. Что это такое? Что-то у меня включилось не то. Как определить качество и правопригодность заказчику нравятся картинки и ок? Да. Смотрите, заказчики достаточно странно принимают решения. На моей практике заказчики принимают решения не потому, что дизайнер хорошо себя зарекомендовал или у него какие-то статусы и регалии. Они принимают решения достаточно однобоко, нравится картинка или нет. Они не хотят разбираться в хитросплетениях, как это сделано. Они просто тупо смотрят на визуализацию, либо на реализацию, как бы картинка. Ему либо нравится, и он находит в себе оправдание, что да, мне нравится, либо нет. Примерно точно так же, как мы выбираем... Многие из нас, скажем так, выбирают себе автомобили. Ну или там, не знаю, ну давайте автомобили, да. Кто автомобили по дизайну выбирает в первую очередь? Вот как она внешне выглядит? Вот. А я думаю, не знаю, как у вас. Вот. Первично в красоте, да, в дизайне, это именно как внешне выглядит. Внешне там, внутренне, как именно вот, насколько она качественно, красиво сделана. Потом мы уже смотрим на технические характеристики. Я имею в виду то, что, типа, если денег вам хватает на автомобиль. То есть, если хватает денег, но у вас есть конкурентные марки, вы выбираете, скорее всего, не по техническим характеристикам, да, а внешне. Вот так же и здесь. Вот. То же самое, так же клиенты выбирают. То есть, это нелогично, казалось бы, да, ты эксплуатационно покупаешь. Но это эмоционально. Вот люди также не оценивают, из чего состоит дизайн, кто хороший, кто плохой. Им просто это неинтересно. И они оценивают по картинке, нравится, не нравится. Если нравится, они убедят себя, что раз ты эту картинку сделал, раз ты такой дизайнер, который сделал то, что мне нравится, значит, ты меня понимаешь. Хотя это просто совпадение на самом деле. Но вот им кажется, что ты их поймешь. Ну, может быть, и не кажется, может быть, так и есть на самом деле. Вот. Но тут такая история. Просто это факт. Я психологию как бы не сильно залажу. Ну, не совсем моя тема. Я просто, опять же, насмотренностью с этим работаю. Но вот наблюдения у меня такие. Так, окей. Жду с нетерпением. Скоро придет. Хорошо, ребят. Тогда у меня на сегодня, в принципе, все. Не буду вас задерживать. Удачно вам позаниматься. Книгу «Кто не купил, тот совершил большую ошибку». Кто купил, молодцы. Соответственно, с вами увидимся. Да, в заключении скажу еще одну важную вещь. Что кому интересно в целом, кто с нуля хочет изучить дизайн, у нас можно это сделать. У нас 7-месячные курсы. Детально, максимально, там подробно. Мы изучаем там не только саму профессию, но все эти 7 навыков мы просходим вместе с вами. То есть, таким образом, когда вы заканчиваете у нас обучение, там, в течение года, вы подготовлены не только с позиции технической, профессиональной, да, но и с позиции продажи и всего остального. Если вы уже опытный дизайнер, у нас есть курсы повышения квалификации, анкета техническое задание, есть тема по, как договоры составить, они уже проверены юристами, туда тоже входят. Как менеджерить процессы, как составить студию, все документы, студия лайф, то есть, у кого уже компания готова, как выйти на следующий уровень, обычно с 300 тысяч до 500 и миллиона, как выйти, вот это уже для опытных продвинутых ребят. Все это подробно можно посмотреть на нашем сайте. Соответственно, вы можете прийти на сайт, сейчас я его дам, поставьте себе в закладочке, изучите все после вебинара, после мероприятия. Вот сайт design.ru, все буквы через тире. Подписывайтесь на телеграм-канал, на инстаграм-канал, там вы будете узнавать все новости. Книгу купить можно и сегодня, и завтра, но сегодня нужно оформить предзаказ, оформить заявку и завтра тогда доплатить. На сегодня это все, спасибо организаторам, увидимся, до новых встреч. До новых встреч.